Согласно этому поведал о своей кончине воин-таксиот. Когда я умирал, увидел муринов, приставших мне, ведь их был очень страшен. Душа моя, смотря на них, возмутилась. Особенно в виде греха. Одно о лжи, другое о зависти, иное о гордости. Каждый грех имеет на воздухе своих испытателей. И видел я, что ангелы держат в копчежце все мои добрые дела и, вынимая их, сравнивая с моими злыми делами. Так и навали мы мыторство. Когда же, приближаясь к вратам небесным, пришли на мыторство блудное, стригущие там, удержали меня. И представили все мои плотские блудные дела, соделанные от детства моего и доселе. Руководившие меня ангелы сказали все телесные грехи, которые ты сделал в городе, простил тебе Бог, потому что ты покаялся в них. Но на это сказали мне сопротивники мои. Но вышедший из города на селе ты соблудил женой земледельца твоего. Ангел, услышав это, и нашедший доброго дела, которое можно было бы возмерить за грех мой, оставили меня и удалились. Тогда лукавые духи схватили меня и, удручая побоями, свели на землю. Земля разверзлась. Я был спущен по узким и смрадным сходам в преисподнюю темницу ада. Так точно во время тяжкой болезни на краю смерти святой Петр Мыто и преподобный Орефа Печорский видели пришедших к адру их ангелов и демонов. Они видели и слышали, как небесные силы припырались темными силами о душах их, сравнивали и взвешивали добрые и злые дела их. Возвратившись к жизни по великому милосердию Божию, эти два праведника исправили недостатки, найденные в них, и достигли высокой степени христианского совершенства. С особенной подробностью поведала о кончине своей преподобной Феодора, ученицы великого угодника Божия Василия Нового. Здесь помещается сокращенное ее поведение. Ученику преподобного Василия Григорию, вопросившему ее о ведении об обстоятельствах, сопровождавших ее смерть и последовавших ей, Пеодора сказала следующее. Чадо Григорий, о страшные вещи, вопросил ты меня, о которой вспомянуть ужасно. Когда настал час моей смерти, я увидела лица, которых никогда не видала, услышала глаголы, которых никогда не слыхала, что скажу, лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела понятия, встретили меня по причине дел моих. Но молитвами и помощью общего отца нашего Василия я избавилась от них. Как рассказать тебе телесную боль, тягость и тесноту, которой подвергаются умирающие? Как бы кто обнаженный, упавший великий огонь, горел, истаивал, обращался в пепел, так разрушается человек смертной болезнью в горький час, разлучение души с телом. Когда я приближалась к концу моей жизни и наступило время моего представления, увидела множество эфиопов, обступивших одры мой. Лица их были темны, как сажа и смола, глаза их, как каленые угли. Видение так люто, как сама гиена огненная. Они начали размущаться и шуметь. Одни левели, как звери и скоты, другие лаяли, как псы, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ярились, грозили, устремлялись на меня скрежещие зубами и тотчас же хотели пожрать меня. Между тем готовили хартии и развивали свитки, на которых были написаны все мои злые дела. Как бы ожидая какого судью, блаженствующего, прийти. Убогая моя душа была объята великим страхом и трепетом. Не только томила меня горесть смертная, но и грозный вид, и ярость страшных эфиопов были для меня как бы другой лютейшей смертью. Я отвращала мои очи во все стороны, чтобы не видеть страшных лиц их и не слышать голоса их, но не могла избавиться от них. Они всюду шатались, помогающего мне не было. Когда я окончательно из не могла, то увидела двух светоносных ангелов Божиих в образе юнош невразимой красоты, идущих ко мне. Лица их сияли, взор был исполнен любви. Волосы их были, как снег, белые с златовидным отблеском. Одежды их сверкали, как молнии. Они были припоясаны золотыми поясами по соскам. Приближаясь к адру моему, они встали на правой стороне его, их обеседуя друг с другом. Увидев их, я возрадовалась и с приятностью смотрел на них. Чёрные эфиопы содрогнулись и отступили несколько далее. Один из светоносных юнош, с гневом обратясь к тёмным, сказал, «О, бесстыдные, проклятые, мрачные и злобные враги рода человеческого! Зачем? Всегда предваряйте приходом к умирающим и молвою вашую устрашайте и смущайте всякую душу, разлучающую с телом, но не очень радуйтесь. Потому что здесь не найдёте ничего. Есть Божий милосердие к этой душе, и нет вам в ней ни части, ни жеребия». Когда ангел перестал говорить, эфиопы вошатались, подняли клич и молву, начали показывать злые мои дела, содеянные от юности и выпияли. «Ничего в ней не имеем? А эти грехи чьи? Не она ли сделала то и то?» Так, выпия, они стояли и ожидали смерти. «И вот пришла смерть, рыкая как лев. Видом очень страшное, человеческого подобия, но без тела, составленное из одних ногих костей человеческих. Многие перед кончиной своей видели смерть. Если значительная часть предметов видимого мира нам неизвестна, тем более неизвестны предметы мира невидимого, неизвестны особливо тем, которые на изучении их не обратили всего своего внимания, а занимаются ими только поверхностно. Не все, что кажется страшным для плотского ума человеческого, уже странно и само по себе. Мы не должны ограничивать всемогущество Божие своими предрассудками. Каждый человек, не стяжавший истинного духовного разума, преисполнен предрассудков.